и снова здравствуйте всем привет блендер 281 давайте вытащим что-нибудь из варкрафта посмотрим как там все это выглядит для этого нам понадобится первое 3d max 7 9 10 вот с которым будет работать вот этот deep explorer это плагин вам нужно скачать словом 3d max deep explorer скачать и 3d reaper сначала мы открываем 3d reaper смотрим что да как и вот открывается он здесь нужно подгрузить вот именно значок вот этого вот игры или ну скорее всего до игры вот этот варкрафт 3 находим на рабочем столе его открываем он здесь прописывается здесь значит f12 вся модель вытаскивается потом f11 это сетка и текстуры f10 жмем launch и сейчас должна запуститься игра смотрим примет именно вот этот 3d reaper эту программу или нет верхнем находится вот ready to capture все программа ее приняла нажимаем теперь один игрок так сражение какие-нибудь находим и поставим так места боевой славы я буду альянсом против допустим орда нажимаем начало смотрим что да как и так вот гаврики первого мы сюда отправим 2 сюда ну так как-то их расставим чтобы потом можно было их вытащить ну где-то так ну вот эту сцену полностью можно вытащить отсюда нажимаем если у вас ноутбук красная кнопка fn под левой рукой где control и вин вот это вот клавиша и и нажимаем f12 если просто клавиатура ф12 ну смысле на пк так все это окей все вытащилась теперь это можно ну просто убрать так завершить игру выйти из игры выйти первое что это документы и найти 3d reaper вот этот папку здесь вот находится все что мы вытащили из игры вот этот файл и давайте сделаем вот таким вот образом так создаем папку назовем ее пускай крафт enter теперь вот этот файл давайте просто скопируем не будем пока его переносить полностью делаем вставить открываем теперь полностью вот этот шейдеры смотрим есть они нет нету и теперь текстуры вот эти все текстуры выделяем полностью и перекидываем тоже в эту папку с этим фреймом так копировать ну можно попробовать их тут пока оставить вставить чтобы программа может и с этим будет делом работать так ну вот все это у нас есть следом что нам нужно теперь мы устанавливаем deep explorer папку плагин он там уже прописан вам просто нужно его скачать и нажать и установить он сам пропишется куда надо и открываем 3d max итак теперь открываем так open не open а жмем импорт и находим файл фрейм находим его в папке крафт так десктоп папка крафт ставим for хит нажмем ок файл подгружается и сейчас тогда будем пробовать дальше что с ним будет делаться то бишь происходить так вот все загрузилось гаврики стоят теперь нужно все это дело save as сохранить в 3d max вот здесь так сначала давайте попробуем просто вот так вот взять и экспортировать его в формат 3d max так в папку крафт это обрывский и сохраняем его как 3d max 3ds сохраняем ок следом заходим в папку вот эту вот так плагины именно 3d max 7 находим так плагины и находим deep exploration вот этот файл находим теперь что это за формат вот он 3d max и теперь сохраняем его в файл в ту же папку в ту же папку save as как опш пишем семерки тоже под тем же названием сохранить ок вот так он все сохраняет теперь пробуем находим находим файл импорт опш и семерка опш подгружаем вот этот вот файл и почему то он вот так вот сохраняет только этого гаврика вот такой получился персонаж а самого леса я не наблюдаем так давайте вот это все дело вытянем что тут вообще получается да неплохой такой чел так а сзади что тут у нас зайдем теперь в файлы найдем edit mode выделим вот этого персонажа полностью через рентген и нажмем p и selection отделим его object mode смотрим что да как вот это пока можно скрыть и вот получается что вытянула программа так ну почему так же вот этот гражданин есть земли я не наблюдаю да так ну давайте попробуем так единица на нампаде и попробуем все это с уменьшить вот она земля Санникова вот она родная вот так она выглядит так а это что за фигня это да а это как картинка сверху да получается если мы сейчас вот эту картинку она же картинка да если сейчас эту картинку попробуем вытянуть она получается как ориентировочная так тогда у нас семерка тройка на нампаде где он вообще этот сарай драм сарай находится так вот персонаж да идите копать так вот он вытягивается вот его нормальный размер нормальная внешность значит если мы сейчас найдем вот эту землю она должна стать нормальная так да попробуем ее теперь поднять так где тут пивот единица на нампаде поднимаем до пивота тройка на нампаде и все это дело переворачиваем и сюда вот так вот подводим привязываем все это дело set origin origin 3d курсор и пробуем теперь это все дело уменьшить ориентируемся как это что такое тогда получается как свет что ли подсветка что ли а вот почему-то текстура земли не отображается так это вот так это вот так немножко замок вот он вообще выглядит без текстуры почему-то это в глубину уходит как шахта что ли так и вот они гаврики вот этот лесоруб вот этот стоит давайте его вытащим посмотрим как он вообще выглядит так edit mode елки всякие так жмем c с и и рентген и жмем c вот так все это дело смело выделяем с кей а вот это теперь почистим так c колесико колесико и и делаем и так escape и selection жмем теперь так не файл object закрываем землю переключаемся в вид вот такой и и прикиньте как выглядит на самом деле этот гражданин который долбит лес и уголь это это мама не горюй проще не бывает квадратно гнездовой вот такая штука так его отключим включим землю и вот почему-то текстура земли так камера лихт свет включен посмотрим сейчас посмотрим сейчас где-то вылетела текстура ставим с сон и 7 и поднимаем г и не текстуры нету просто тупо черная земля ну словом вот так вот то что вытянуло а а вот так все выглядит вблизи примитивный домик елочки вообще мама не горюй треугольники ну давайте дальше рассмотрим как выглядит армия мэн импорт опш вот так вот вытянула именно программа наложила текстуру на армия мэн вот так он тут выглядит вот такая штука с варкрафтом это не работает может быть нужно его дальше как-то пройти чтобы как-то регион какой-то открылся не знаю ну вот с армия мэн эта система работает вот вы видите ну и с варкрафтом сработало только почему-то все это дело как-то плоховато выглядит так ну что растянем его так камеру отключим лихт отключим жмем с жмем с жмем с жмем с жмем с и так как тут все устроено давайте смотреть вот он есть город вот вот единственное на машину не наложилась текстура наверное она ее не вытащила и здесь вот такой вот нарисованный город здесь вот бегут солдаты здесь вот начинается вот в этом тупике все сейчас вам покажу вот в этом тупике все начинается и солдаты бегут здесь танки выезжают короче смотрим где находится наш боец в каком закоулке вот даже самолет летит тоже вы видите что квадрат у него за место пропеллера и кстати в need for speed тоже квадраты за место колес ну а это вот купол как я вам показывал делать именно в окружении вот это небо такое штормовое типаж война идет пыль гарь так и где ж искать теперь бойца бойца единица на нампаде вот он боец ну вот выглядит город в игре а здесь вот еще какие-то следы есть вот они возможно это как-то раньше прописывало где он должен пройти куда бежать или ну не знаю или просто типа от него от ходьбы остаются следы таким образом ну вот что-то в таком духе так здесь еще машина ну давайте достанем его полностью так select box нажимаем edit mode как нибудь вот так его поставим хочу его достать именно с текстурами снимаем выделение вообще классно бомба так теперь жмем c и вот это вот рентгеном все это дело вот так выделяем теперь так это все закрашиваем перекручиваем и вот эту дорожку нужно поубирать жмем c и колесико это нам не надо скей смотрим что тут еще вот я под ногой тоже нам не надо c shift alt и вот эту часть тоже c поменьше делаем колесо вот так вот и делаем английское escape selection все теперь заходим в object mode нажимаем вот так вот отключаем все ненужное единица на нам пади делаем ему с и поднимаем его вот так повыше кройка на нам пади ну еще раз делаем с немножко подкручиваем подправляем подставляем подставляем вот вот такая ступенция получается не со всеми играми вот НФС андеграунд, тут такая штука получится. Ну вот. Так, а вот он город теперь отдельно. Так, если мы сейчас город выберем весь, и сделаем мы просто S. Посмотрим, как это все будет работать. Единица на нам поди. Вот как-то эту проблему нужно решать. Почему он так? Так, 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 так. Вот. Что-то такое. Вот, вот теперь получилось. Надо еще уменьшить было. И вот такой город, вот под таким куполом. Вот с такими текстурами. Все, всем пока. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok